Я вас приветствую, уважаемые зрители. В этом видео я поделюсь важной актуальной темой, а именно оптимизация затрат на посев и увеличение урожайности с помощью нового решения фитоэкспертизы семян, носящей гордое название «Калибр». Она поможет вам сделать ваше предприятие более эффективным и прибыльным. Вначале я постараюсь подробно раскрыть проблематику вопроса. Моя цель, чтобы к концу выпуска вам стало понятно, как адаптировать новый сервис Института защиты семян к своим условиям и реализовать его потенциал в вашем хозяйстве. Начнем. Способов кардинальным образом повлиять на урожайность не так много, начиная с самых затратных – это удобрения и само собой средства защиты растений. Но у каждого из вас в хозяйстве есть ресурс, потенциал которого зачастую раскрыт не до конца. И, конечно же, это собственные семена. Никогда не устану повторять, что основная задача агронома – получить дружные и равномерные всходы. А это возможно только лишь используя высококачественные семена. Как говорят в народе, от худого семени не жди доброго племени. Растения, выросшие из здоровых семян, обладают лучшим иммунитетом. У них лучше развивается корневая система. К примеру, на зерновых глубже закладывается узел кущения. А если мы говорим о нашей дорогой сои, входы лучше противостоят низким температурам. Важный прием, способствующий улучшению физических и биологических качеств семян – тщательная очистка и калибровка посевного материала. В народе говорят, что для посева следует использовать наиболее крупные и полновесные семена. При этом отсортированность семян по крупности и массе не регламентируется государственным стандартом. Это объясняется сильной изменчивостью этих параметров в зависимости от сортовых особенностей, условий выращивания, особенно в нашей стране с ее огромным разнообразием климатических условий. Неодинаковые условия в период формирования зерна только лишь усиливают разнокачественность семян по фракциям. По этой же причине относительная величина этих самых фракций в разные годы может изменяться кратно. Многие считают, что крупные семена, имея больший запас питательных веществ и более крупный зародыш, дают более мощные всходы, способны лучше усваивать почвенную влагу и питательные вещества и быстрее пробиваться на поверхность почвы. А это все сказывается на дальнейшем развитии растений семян и выживаемости, ну и соответственно конечном урожае. Наряду с этим есть много мнений, что для повышения урожайных свойств семян необходимо удалять мелкие, щуплые, неполновесные семена, а фракции средних и крупных равновесны. Когда приходит время подработки, как правило стоит выбор. Либо увеличивать выход так называемых семян, произведя по большей части очистку вороха, либо на глаз убрать мелкое, не сильно потеряв в выходе, оставив 80-90% от партии. Так это обычно бывает. Но многолетние данные говорят о том, что выход крупных семян и средних находится в районе 70%. При этом фракционный состав сильно изменяется с уровнем интенсификации технологии. Есть четкая тенденция в увеличении доли крупного зерна при снижении суммарной доли среднего и мелкого. Тогда получается, что вопросом выхода лучше заниматься заранее еще на материнских растениях. При этом мы должны помнить, что все взаимосвязано, и крупные семена имеют повышенный уровень инфицированности, который неизбежно будет приводить к снижению всхожести. Получается, что крупные семена необходимо лучше защищать и, соответственно, дополнительно инвестировать в препарат. В определенных условиях это действительно оправдано. Например, при необходимости глубокого посева. Фракции крупных семян более ценны за счет большего запаса питательных вещей, что особенно важно для засушливых районов. Как говорится, у каждого свой путь и я предлагаю ориентироваться на качественные показатели семян. Повышение всхожести семян – важная задача сортирования, особенно при выращивании семян в зонах с неблагоприятными климатическими условиями. Там первоочередно стоит задача получать семена лучше не только по всхожести, но и по урожайным свойствам. А для этого необходимо оценивать фракции семян и по другим показателям пассивных качеств, определяя энергию и силу роста. И результаты исследований, согласно данного подхода говорят – крупное не всегда лучшее, а еще можно потерять в урожайности, если сеять некалиброванными семенами из-за внутривидовой конкуренции. Напротив, посев калиброванными семенами позволяет оптимизировать высев. Весовой – за счет качественных показателей, а соответственно и полевой всхожести, а числовой – так как меньше конкуренция и нет самоизреживания посева. Это позволит вам меньше инвестировать как на защиту семян, так и на технологию в дальнейшем, поскольку таким посевом проще в дальнейшем управлять фолярными обработками. «Почему важно определять силу роста?» – спросите вы. А я отвечу, что есть четкая взаимосвязь между результатами лабораторных испытаний и полевой всхожестью. И при неблагоприятных условиях число взошедших растений равняется числу семян с самой высокой силой роста. Уж точно ни для кого не будет новостью, что в производстве практически невозможно добиться, чтобы все факторы, влияющие на урожай, складывались благоприятно. Мы с вами не боги и дождь, к примеру, вызывать не умеем, зато горшки обжигать научились. В вашем случае правильный выбор фракции будет приводить к тому, что посевы будут иметь запас прочности. Он позволит сохранить заданное число растений при наступлении неблагоприятных условий. Из необычного. Знаете ли вы, что при многократном отборе по признаку силы роста урожайность повышается на 20% и более? Кроме этого, в последнее время есть серьезнейший запрос. Люди хотят обрабатывать семена заблаговременно. И здесь важно понимать, что исходное качество играет решающую роль для сохранности обработанных семян. Семена низкого качества, обработанные и необработанные, при хранении будут портиться гораздо быстрее, чем более качественные семена. И, следовательно, будут более чувствительны к любому стрессу, включая обработку после периода хранения, просто потому, что со временем хранения их качество становится еще хуже. Все озвученные положения можно считать только примерными, а в каждом конкретном случае необходимо подходить индивидуально. Для наглядности, вот так выглядят просто очищенные семена. А вот так выглядят семена, если подсветить фракции разными цветами. Вот так, если рассортировать их. И это позволит вам понять не только количество, но и качество каждой фракции, подобрать самые рациональные режимы сортировки, выбрать семена, которые покажут отличный результат в поле. Этот метод оценки семян очень трудоемкий, но его актуальность трудно переоценить, особенно в тех случаях, когда образование и созревание семян проходило в неблагоприятных условиях. Вот так выглядят дружные равномерные сходы. Допустим, рекомендуемого нормовысела сорта 600 тысяч схожих семян на гектар. В случае посева с некалиброванными семенами показателем посевной годности 90% вы сеете в 660 тысяч, 60 тысяч из которых заведомо не всхожи. Задумайтесь, как это скажется на расстановке растений в редке. Особенно критично, если вы сеете пропашными сеялками. В таком случае через каждые 10 растений в редке у двух смежных будет другая площадь питания. Плюс все остальные имеют различные показатели схожести. Какие-то зашли раньше, какие-то попозже. Отсюда все вытекающие последствия. Неравномерность сходов, неравномерность развития посевов. Из-за конкуренции самоизреживания, дальше неравномерность созревания, как итог снижения урожайности. Но это один пример. Зайдем с другой стороны. Перед тем, как посеять, семена нужно обработать препаратами для защиты. Берем те же самые 600 тысяч, переводим их в весовую норму высева, пусть масса тысячи будет 150 грамм. Тогда весовая норма высева ровно 100 килограммов при той же схожести. А если семена откалиброваны, отобраны лучшие, посевная годность 99, тогда к посеву 90 килограммов. Занимательная арифметика получается. Если у вас 1000 га сои до 10 килограмм, соответственно это 10 тонн семян, на которые необходимо нанести дополнительно одну коробку Крузер Макса или две канистры Вайбрансголда. Да к тому же, я думаю, вы не станете со мной спорить, что их лучше реализовать как товарное зерно, а не хоронить их в землю, еще и нести дополнительные затраты на препарат. Пока подытоживал, чуть не забыл сказать. Забота о качестве семян это одна из важнейших составляющих успеха. И наши предки не зря говорили, что посеешь, то и пожнешь. Друзья, если я смог заинтересовать вас, вы досмотрели видео до конца и поняли, что сервис вам необходим, знайте, вы можете получить его покупая препараты линейки Вайбранс и Крузер Макс. Для этого обращайтесь к менеджерам, работающим с вашим хозяйством, связывайтесь через наших дистрибьютеров или звоните на горячую линию нашей компании. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова